Без этого праздника вот уже более 20 лет не обходится ни одна карельская зима. 2024 год президент России Владимир Путин назвал «Годом семьи». Именно эта тема вместе с 300-летием Российской Академии Наук стала ведущей для международного фестиваля «Гиперборея». День закрытия фестиваля, несмотря на обжигающий мороз, все же был по-семейному теплым. Все началось с конкурса снеговиков снегком.ру. Погода не спугнула ни детей, ни взрослых. 120 человек слепили 32 снежных красавца. Одни из них – семьи Воробьевых и Давыденко. Их история о главном, конечно же, о любви, и называется «Влюбленный снеговик». Он прям к ней бежал, совсем с сердцем упал, но сердце донес. И она его прям ждала. Скажи, ты помогал? Да. Как помогал? Отлично. Ждем поведы. Главная тема фестиваля «Гиперборея» и конкурса снеговиков – «Отечество. Великие умы». Отсылкой к прошлому стала работа Алексея и Марата Яникеевых. Глава семьи рассказал нам, что сын очень ждал мероприятия и собирал группу поддержки. Семья и друзья остались за кадром, а с создателями экспоната под названием «Маяк» нашей съемочной группе удалось поговорить. Кто, как не они, поднимут нас с утра. В минус 21 и будет праздник. Поглянули, посмотрели направо-налево, тут 100, 200, 300 человек. И все это как раз семьи. Это чудесно. А команда из трех семей создала снежную скульптуру под названием «Кот ученый», вдохновившись произведением Александра Пушкина. Мы очень часто участвуем в конкурсах на гиперплее. Мы на самом деле первый раз, но в остальных достаточно активно ведем образ жизни активный. Как ты думаешь, вы победите? Уверена, потому что в округе, мне кажется, таких же скульптур, скульптур больших и красивых не наблюдается. Авторам фигуры «Кот ученый» вручили специальный приз от Совета женщин Петрозаводска. И это не единственный конкурс. Рядом с памятником Кусинину состоялось творческое состязание «Сладкий лед», где все желающие приготовили торты из ольдам. В течение дня перед участниками конкурсов и гостями праздника выступали музыкально-танцевальные коллективы. Всех присутствующих угощали ухой. Также организаторы подготовили розыгрыш призов, интерактивную программу и конкурсы. Долгожданным стало оглашение результатов конкурса снежных и ледовых скульптур. Мастера создали 30 уникальных композиций на тему «Отечество. Великие умы». Одна из них – «Соль жизни» от Сергея Поташева, Николая Коровина и Федора Евстифеева. Заняла первое место в номинации «Ледовая скульптура». Уже вечером перед гостями выступила группа «Петроглев» и приглашенные танцоры из Санкт-Петербурга. Петрозаводчан и гостей столицы поздравил с закрытием фестиваля глава Карелии Артур Парфенчиков. Он рассказал, что очень рад, что каток на набережной удалось возродить и в следующем году планирует сделать его в два раза больше. Всех еще раз с этим праздником. Мы, конечно, это делаем в первую очередь для наших детишек. Вам нравятся детишки? Ну вот, видите, для детишек все равно нужно делать праздник, чтобы у них детство было веселое, запоминающееся. Так что всех с гипербореей. Ну и, конечно, наших победителей я от всего сердца поздравляю. Одно из самых ярких событий этой зимы гиперборея 2024 завершилось песнями, танцами и ярким лазерным шоу. Теперь ледовые и снежные скульптуры красуются на набережной Онежского озера и будут еще долго радовать жителей и гостей республики. Анна Ельчик, Алексей Миронов, Служба новостей.